Ученый рассказал о находках в пещере Таврида. Ученый рассказал о находках в пещере Таврида. 13.3 Фото предоставлено Крорга-пещера, найденная в районе поселок Зуя на месте строительства трассы Таврида. Фото предоставлено Кроргу-пещера, найденная в районе поселок Зуя на месте строительства трассы Таврида. Архивное фото. Симферополь, 11 июля Рия Новости. Ученые описали более 20 видов древних млекопитающих и 6 видов птиц, найденных в Крымской пещере Таврида Среди них гигантский верблюд и носорог, сообщил старший научный сотрудник, ведущий методист Зоологического музея именем Иглобенко Крымского федерального университета имени В.И. Вернацкого Дмитрий Старцев По его словам, ученые работают над материалами, добытыми в первые месяцы после открытия пещеры в прошлом году Систематические раскопки пока не ведутся из-за строительства в этом районе федеральной трассы Из тех материалов, что мы собрали, мы описали более 20 видов млекопитающих и 6 видов птиц Среди них гигантский страус, верблюд, который раза в полтора выше современного, элосматерия огромный носорог с куполом, высоким рогом, на лбу Этот носорог был размером со слона практически Высота до 2,5 метров у него достигала, длина туловища до 5 метров Весил он 4,5 тонн, сказал журналистам Старцев, 27 июня, 11.31 Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы Там в разное время, а может и параллельно, было логово различных хищников Накопление останков это их следы деятельности Большинство костей погрызено, поцарапано, целых скелетов там не найти Это все пищевые остатки, сказал Старцев По его словам, возраст останков уточняется Предполагается, что им около 1,52 миллионов лет Древнейшие находки пещерной фауны, которые до этого на территории Российской Федерации были отмечены, не старше 600 тысяч лет Здесь же и у нас возраст примерно в три раза больше Пещера образовалась 5-7 миллионов лет назад, сказал ученый Карстовая полость пещеры длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуи во время строительства трассы Таврида Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей Спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию 27 марта, 18-7 древние носороги и тигры В Крыму показали останки из пещеры под Тавридой Субтитры создавал DimaTorzok